Жители города Атомщиков много лет ждут благоустройства парка актуальной словесности. Рядом проживает много семей с детьми, не хватает детских площадок и прогулочных зон. Люди обратились за помощью к губернатору. На личном приеме Алексей Русских отметил, что парк внесен в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Благоустройство пройдет под контролем профильного министерства. Контракт на благоустроительные работы уже заключен с подрядной организацией. Почти 14 миллионов рублей будет на эти цели направлена. Работы, которые будут выполнены для удобства горожан, будут обустроены удобные подъездки, подходы к улице, народные проспекты автостроителей. До 1 сентября подрядчикам предстоит обустроить освещение и ограждение парка, поставить спортивное оборудование, детскую площадку и малые архитектурные формы. Фельдшер Зинфира Насибулина от лица жителей села Белогорска Теренгульского района обратилась к губернатору по вопросу газификации домов. В селе проживает 237 человек. Первый межпоселок уже построен, то есть поселок Угас, уже газовая труба подведена. И на 2024 год у нас совместно с компанией «Газпром» лежит в Генгаз Ульяновске, запланировано строительство внутри поселковых газопроводов. Работы будут вестись до окончания первого квартала 2025 года. Алексей Русских поручил профильному министерству помочь жителям в подготовке необходимой документации для подключения домов к газу. Жители Игнатовки Маинского района попросили губернатора посодействовать в ремонте пищеблока местной школы. Кирпичное трехэтажное здание построено в 1965 году. У пищеблока протекает кровля, разрушилась торцевая сторона, требуется замена окон и дверей. Ну, давайте, сумма небольшая, мы сейчас будем ее изыскивать. Будем изыскивать. Однозначно, работайте, необходимо в этом году сделать, Олег Владимирович. Хорошо. Мы тогда на день совещания внутри нас с министерством финансов проведем, вместе с Натальей Владимировной, с министром просвещения, и вам доложим. А в селе Каранино Сенгелеевского района приведут в порядок родник. Летом заменят сруб, навесы, установят площадку на подходе к роднику. По информации Минприроды, финансирование уже предусмотрено, а подрядчик определен.